Добрый вечер еще раз. Еще раз простите за опоздание и за потерянное время. Это всегда печально. Сейчас включат презентацию, но мы с вами не виделись уже две недели, поэтому я напомню, даже больше. Я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз. Остановились мы на истории середины 60-х годов, о том, как складывалась судьба неофициального русского искусства после так называемого скандала в Манеже, который связан в нашей истории искусства с именем Никита Хрущева, который, в свою очередь, возглавил кампанию по борьбе с инакомыслием не только в области идеологии и политики, сколько в области искусства, литературы, живописи, кинематографа. И тем самым обозначил некий финал более или менее свободного существования изобразительного искусства в Советском Союзе, в Москве в частности. Ну вот, именно этот слайд я не смогла показать вам в прошлый раз. Вот он перед вами. Это на прочерченный Ильей Кабаковым график надежды и страха. Как вы видите, в 1963 год с одной стороны растет и надежда, и растет страх. Так продолжается до 1974 года, рассказ о котором у нас еще впереди. Но, как вы видите, уровни надежды и страха несопоставимы. Страх невероятно высок, надежды чрезвычайно мало. Следующая работа Виктора Пивоварова тоже была одной из финальных в нашей прошлой встрече. Это лист из альбома «Действующие лица» 1996 года. И именно на этом теле московского неофициального искусства, как еще называется этот лист, мы видим распределение участников московской художественной сцены, где они располагаются в неком телесном пространстве, распределяясь от легких до мозга. И сегодня мы будем говорить с вами о группе, которая сложилась в конце 60-х годов в Москве, и которая преимущественно располагается выше плечи. Эту картинку я тоже вам показывала, и ее присутствие в сегодняшней нашей встрече тоже очень важно. Мы будем говорить о так называемой «Школе Сретенского бульвара». Сретенский бульвар выбран был чешским искусствоведом Индершихом, извините, плохо говорю по-чешски, Холупецким, не случайно. Дело в том, что на Сретенском бульваре располагалась и располагается мастерская Ильи Кабакова, где проходили регулярные встречи художников, в которых мастерские были неподалеку, либо они жили неподалеку. На этой фотографии хозяин мастерской изображен на первом плане. Вот он, Илья Иосифович Кабаков. И вокруг него его друзья, которых Холупецкий включил в свою статью, имена которых он включил в свою статью, которая была опубликована в 1973 году в журнале «Студия Интернешнл». На самом деле, конечно же, никакой школы Сретенского бульвара не существовало. Так же, как не существовало прочно сложившейся группы, объединенной художественными интересами, единым стилем, представлениями о том, каким должно быть искусство и так далее и тому подобное. Это был всего лишь круг друзей, которым было интересно вместе. И более того, мы с вами помним о том, что этот круг, и без того небольшой, находился в ситуации вынужденного общения. Расширить этот круг за счет новых участников было очень тяжело, хотя бы из-за того, что публика не могла видеть работы тех, кто собирался на чердаке в мастерскую Ильи Кабакова. Так вот, в статье Холупецкого были названы имена Эрика Булатова, Олега Васильева и самого, естественно, Ильи Кабакова, Владимира Инкелевского и Эдуарда Штейнберга. Вот эти люди составляли ядро той группы, которая обитала там в районе Чистых прудов. Конечно, поскольку и само название школы Светинского бульвара условно, также условен и состав, поскольку его можно немножко расширить за счет других имен, других художников, которые также присутствовали на этой сцене, принимали участие в встречах и беседах. И о них сегодня мы и будем говорить, как о разнообразных случаях, примерно одной и той же линии, которая уже впоследствии, в середине, в конце 70-х годов, разветвляясь и прирастая новыми ветвями, будет разбегаться во все стороны от единого вот этого зонтичного названия школы Светинского бульвара, и в конце концов перестанет вот это сообщество людей, перестанет быть группой. И многие к концу 80-х, начало 90-х обнаружат, что не только дружбы не осталось, но и наметился некий конфликт между участниками прежде тесного сообщества. И начать мне хотелось бы с художника, который недавно скончался, которого, возможно, вы хорошо знаете. Это Эдуард Штейнберг, художник-самоучка, который начал свою работу самостоятельную в конце 50-х годов, с таких очень экспрессивных, драматургически насыщенных фигуративных композиций. Но к середине 60-х годов перешел к созданию таких вот полуабстрактных то ли пейзажей, то ли натюрмортов, в которых присутствуют фигуры птиц, мертвых птиц, камни, раковины. И в основном, конечно, эти его вещи в середине 60-х годов воспринимались вполне в русле так называемой метафизической школы живописи. Среди основных персонажей, присутствующих в этом направлении московского искусства 60-х, вы, возможно, помните Дмитрия Краснопевцева, возможно, запомнился вам и Дмитрий Плавинский. Это подоплека, которая характерна для вот этой вот линии в московском искусстве 60-х годов, очень ярко выражена и представлена в работах Эдуарда Штейнберга в 60-х и более поздних лет, а именно представление о мире как о зыбком отражении идеального мира высших абстрактных форм. И к этому он шел все 60-е годы, пока не пришел к абсолютным беспредметным картинам, многие из которых содержат различные посвящения, в частности, как здесь композиция посвящена Николаю Федорову, известному русскому философу, мистику, и это очень символично. Дело в том, что конец 60-х годов для московского искусства в частности обозначен следующим фактом, и мы говорили об этом в прошлый раз. Открывает в своей двери домашняя коллекция Георгия Костаки, в которой, наверное, квартира, где проживал Костаки, была единственным местом в Москве, где можно было посмотреть работы художников русского авангарда. И именно в этот момент те художники, которые прежде ориентировались на западные модернистские течения, начинают задумываться о собственном художественном наследии, пытаются понять, представить себе искусство авангарда в его целостности. В частности, получается это не всегда, скажем так, удачно. И в частности, в случае со Штейнбергом произошла также такая же похожая ситуация, когда молодой художник, глядя на работы Казимира Малевича, воспринимает их не как революционную, абсолютно концептуальную, жестовую живопись, которая ломает стереотипы прежнего искусства, создавая новое, но рассматривает это искусство, искусство суврематизма, как искусство метафизическое, мистическое, в котором вопросы утопии, некой проекции несуществующего идеального мира воспринимаются как аналог описания рая. То есть это как бы постхристианское представление о бытии после смерти. Не случайно здесь Николай Федоров присутствует в качестве героя этой беспредметной композиции. Вопросы жизни и смерти, мистической веры, сферы, запретные для советского человека, даже в те годы, когда немного слабее стало давление на русскую православную церковь, когда можно, оказалось, не так страшно креститься, ходить в церковь и иногда посещать выставки в музее иконописи имени Андрея Рублева. С формальной точки зрения, как вы видите, вот эти достаточно ранние беспредметные композиции Эдуарда Штейнберга составлены по тем же принципам, что и более ранние пейзажи. Там, на песчаных таких пляжах, на какой-то плоскости, напоминающей песок, за которым раскидывается бескрайнее море, раньше там располагались мертвые птицы и камни. Теперь их место занимают идеальные фигуры, как будто бы заимствованные у Казимира Малевича, супремой. Высшие формы идеального мира, в котором нет места человеку, нет места живому, человеческому, но зато предоставлено бесконечное, бескрайнее пространство для реализации высшей воли, божественной воли. Этот мир гармонизирован человеческой рукой, но как бы с благословения божественного разума. Симптоматично, кстати говоря, что вот на этой работе в композиции появляются буквы. Об этом мы тоже еще будем говорить, вот об этом интересе художников этого поколения к слову, особенно к тому слову, которое проникает в пространство картины. У этого процесса есть свои объяснения, свои резоны, и мы об этом будем говорить обязательно. Другой художник, который Холупецкий причислил к школе Срединского бульвара, это Владимир Ангелевский. Мы говорили с вами о нем в связи с выставкой в Манеже в 1962 году. Он был среди тех, кого выставляли на втором этаже центрального выставочного зала вместе с представителями школы Билютина. И в отличие от участников студии Билютина, Владимир Ангелевский, конечно же, пошел гораздо дальше своего учителя Элия Билютина. И в его работах рубежа 60-70-х годов мы увидим как раз вот те пограничные черты, которые отделяют предыдущее поколение художников, начавших работать в конце 50-х годов, вот этого нового поколения, родившегося в конце 30-х, начале 40-х. Вот перед вами так называемый триптих номер один классический. Это вещь, конечно, ближе к самым первым произведениям Владимира Ангелевского. В ней действительно чувствуется еще вот это увлечение западной модернистской традицией. И не случайно многие из тех, кто смотрит на эти ранние вещи, видят в них присутствие какого-то дуновения со стороны живописи Жоана Миро. Но уже вот в этой вещи, которая датирована 72-м годом, мы видим тот скачок, который совершает художник на пути освоения современности в ее пластическом выражении, в выражении языка современного искусства. Это уже не живописный триптих, хотя, конечно, надо сказать, что Ангелевский никогда не отказывался от живописи как основного средства художественного высказывания. Но это довольно сложно устроенное, как сегодня... Эту вещь сложно назвать инсталляцией, ее также сложно назвать объектом. Это... Ну, согласимся на том, что это такой вот сложно устроенный объект. Перед вами не его четыре части, а его четыре состояния. Сначала мы видим просто дверь. Кстати, вот на этой фотографии Игоря Бальмина Янкелевский сфотографирован именно на фоне работы дверь. А вовсе не у двери из своей квартиры. Вначале вы видите такую дверь, которая напоминает обычные для того времени двери коммуналок с многочисленными дверными звонками. Далее, если открыть эту дверь, вы видите там стоящего лицом к стене человека. Эта панель тоже раскрывается, и вы обнаруживаете там некий силуэт, пустой силуэт, который оставил после себя вот этот человек, уткнувшийся лицом в стену. Так же, как и в случае со Штейнбергом, как это ни странно прозвучит, в работе Янкелевского, хотя просто потому, что формально это разные совершенно непохожие друг на друга творческие линии, но тем не менее, так же, как и у Штейнберга, у Янкелевского очень сильны мотивы вот этого погружения в метафизику повседневности, попытки увидеть за обыденной бытовой стеной то, что ведет человека дальше, как бы вглубь понимания современного представления о высшем мире. И, конечно, демонстрация той ничтожности, которая представляет из себя современность в ее бытовом понимании, в ее материальности. Вот эта как бы обшарпанная дверь, плохо одетый человек, ободранная стена, в которую он упирается лицом, это всего лишь внешняя оболочка, шелуха, которую человек стряхивает в себя после смерти, оставляя нам, оставшимся, только такой вот светлый радужный силуэт. Это чрезвычайно действительно метафизическая работа, и именно вопросы метафизики, вопросы мистицизма были одними из тех, что непрестанно обсуждались на регулярных встречах в Кабаковской мастерской. Присутствуют эти черты, эти свойства и в творчестве другого художника, которого также Холупецкий назвал частью школы Сретенского бульвара. Это Эрик Булатов, который вместе со своим коллегой, товарищем Олегом Васильевым, снимал мастерскую неподалеку от Кабакова, на Чистых прудах, и снимал мастерскую, это была его собственная мастерская. Это очень важно. И я, кажется, рассказывала вам о том, как строились эти мастерские, о том, что Булатов и Васильев обязательно полгода своего времени, каждый год, шесть месяцев посвящали книжному иллюстрированию, с тем, чтобы заработать достаточно денег на следующие шесть месяцев, чтобы не только строить мастерскую для себя, но и работать с теми проблемами, с теми формами, которые на самом деле интересны. Эрик Булатов, так же, как и другие представители этого поколения, начинает самостоятельно работать на рубеже 50-60-х годов, но скорее уже в самом начале 60-х, правильнее было бы сказать. И одним из первых шагов, которые он предпринимает на пути поиска нового художественного языка, оказывается, так же, как и у многих других, выход в беспредметность. Однако его беспредметность и несколько иного качества – это абсолютно осмысленная, очень концептуально выверенная, идеологически обоснованная абстракция, которая воплощает в себе те идеи, которую высказывал один из учителей, неформальных учителей Эрика Булатова, Владимир Фаворский, автор концепции композиции, много лет преподававший и во Вхутемасе, еще когда тот существовал, и позднее учивший молодых, который утверждал, что картина и любая композиция, графическая, например, композиция, не есть просто гармоничное сопоставление предметов на листе или на холсте. У каждой идеальной композиции есть некая структура, которую художник обязан выявить. То есть эта структура, она как бы уже впечатана в лист, в холст, все зависит от формата и от конфигурации включенных в эту композицию элементов. Другой очень важный момент в теории Фаворского заключался в том, что он акцентировал внимание на условности такого рода изображения, вообще на условности изобразительного искусства. мы можем воспринимать картину как окно в мир, но мы должны всегда помнить, что это плоскость. И даже если мы изображаем трехмерность, мы помним о том, что она двухмерная. Вот эта формалистическая идея о поверхности, которая определяет статус картины, вообще статус изображения, с одной стороны, и с другой стороны, служит как бы опорой этому изображению, как бы отделяет эту Вселенную изобразительную от нашего профанного мира. Вот эти разрезы, диагонали Булатова, которые он делает в середине 60-х годов, это попытка найти адекватный пластический эквивалент теории Фаворского, но в пределах абстракции. Как мы можем изобразить объем, не нарушая зеркальной плоскости холста, так, чтобы форма не вываливалась, так сказать, на зрителей, чтобы зрителю не было желания провалиться в эту самую иллюзорную картину, которую художник создал для созерцания. К концу 60-х годов Булатов отказывается от абстракции в пользу фигуративности, но его фигуративные композиции, они весьма специфического свойства. Сейчас я попробую объяснить, в чем здесь проблема. Дело в том, что и сегодня Булатов оказывается художником, который одновременно записан в целом ряде стилистик московского неофициального искусства. Мы обнаружим его имя, когда речь идет о выставке фотореализм, не о выставке фотореализм, о движении гиперреалистов в 70-х годах. Мы обнаружим имя Эрика Булатова, когда речь будет идти о соцарте. И без него не обходится ни одна выставка московской концептуальной школы. Что интересно. И действительно, и туда, и туда, и туда он вполне легко вписывается. И вот этой своей многогранностью, вот этой своей объемностью бесконечно привлекает и публику, и искусствоведов, и коллекционеров. Очень сложный, неоднозначный художник. Неоднозначный именно потому, что слишком, может быть, чрезмерно глубокий. Если такое определение, в принципе, возможно. Перед вами работа Булатова с 71-го года. Она закончена была чуть позже. Но она очень многое уже говорит нам о том, по какому пути дальше идет художник. Мы видим реалистически изображенный зимний пейзаж. Мы видим удаляющегося вдаль лыжника. Но рассмотрите пейзажи лыжника, которые написаны очень реалистически, очень точно, очень детально. детально. Рассмотреть эту фигуру, этот пейзаж мы не можем, потому что нас отделяет от уходящей вдаль перспективы красная решетка, которая, как тюремные узы, перекрывает нам вид на картину. Снова, как и в других работах, о которых мы уже успели поговорить, я имею в виду картины Михаила Рогинского, мы сталкиваемся с мотивом решетки, очень точно описанным Розалиндой Краусей. Не знаю, успели ли вы прочесть ее текст. Есть те, кто успел прочесть, тому все более-менее ясно. Но для тех, кто не успел изучить это сочинение, я расскажу вкратце основную идею Розалинды Краус, которая состоит в том, что этот мотив возникает одновременно у многих художников европейских 19 века и существует как повторяющийся мотив в самых разных стилевых школах вплоть до раннего модернизма. Мы встречаем мотив решетки у романтиков, мы встречаем его в картинах Пита Мандриана. Вот такой разброс стилей и направлений, в которых являет нам себя этот мотив. И Розалинда Крауса обозначает его роль в современном искусстве обозначает его роль как роль знака метафизики, которую современное искусство, модернистское искусство старательно вытесняет за пределы прочитываемого прочитываемого сюжета. То есть метафизика как элемент сакрального искусства вытесняется за пределы сюжета и ее место обозначено вот там, за решеткой. Здесь мы располагаемся, зрители, здесь располагается пространство между нами и картиной, а вот там в автономном пространстве картины, и существуют все смыслы, которые мы не в состоянии, мы можем попытаться их извлечь, но художник сделает все, чтобы это пространство картины, сакральное пространство, автономизировать, закрыть от банализации, от профанизации, в частности. И вот еще одна работа, и тоже она создана в 1972 году, такой вот урожайный на шедевры год, оказывается, 1972, работа Эрика Булатова, которая стала одной из центральных в его творчестве, которая обсуждалась еще в тот момент, когда была создана, которая представляет русское искусство на самых больших масштабных выставках, ретроспективах русского неофициального искусства. Снова вроде бы обычный пейзаж, написанный достаточно подробно, почти что по фотографии, группа советских людей идет по такой классической диагональной линии, к берегу моря, наверное, это отдыхающие какого-то курортного пансионата, дома отдыха, перед ними пляж, перед ними волны, и только одна странность, которая заставляет нас подумать о том, что, в общем-то, мы имеем дело вряд ли с реалистической живописью, это вот эта орденская лента или ковровая дорожка, которая перекрывает горизонт. Конечно, этот элемент в картине может быть воспринят самыми разными способами. Во-первых, это может быть просто абстрактное вкрапление, которое, так же, как решетка в картине «Лыжник», отсекает для нас автономное пространство картины от нашего бренного мира. Это просто абстрактный элемент, который не носит никаких идеологических смыслов, не несет на себя. С другой стороны, мы можем сказать, если этот геометрический мотив напоминает нам орденскую ленту или красную ковровую дорожку, по которой обычно ходят члены политбюро, может быть все-таки это знак идеологии, может быть все-таки имеем дело с вещью, которая позаимствована из обихода вот такого идеологического парадного такой идеологической парадной бутафории советской. И если она присутствует здесь, то, что она означает, и одно из первых значений, которые приходят на ум, сводится к следующему, ну, конечно же, эта идеологическая сфера, которая переполняет мир советского человека, попросту перекрывает советскому человеку горизонт. Вот ту самую условную линию, которая отделяет землю от неба, который стремится и физически любой человек, он стремится пройти дальше и дальше и дальше. Но идеология перекрывает и некий инстанциальный горизонт, который превращает советского человека в топчущегося на месте существо, которого не то, что нет будущего, но это будущее настолько предсказуемо, что может передаваться по наследству от отца к сыну, от сына к внуку и так далее. То есть вот этот элемент, который Булатов вводит в свою картину, он чрезвычайно многозначен. Сам же художник говорил о своих работах этого периода примерно следующим образом. Я не цитирую, пересказываю его идеи, которые, кстати говоря, сегодня, слава Богу, можно прочесть, его монографии, каталоги у выставок опубликованы. И говорил он примерно следующее. В этом смысле его идеи очень напоминают теорию Мартина Хайдегера о бытии сущем. Говорил он примерно следующее. Я особенно, да, впервые он об этом сказал, когда его попытались причислить к кругу соцартистов. Он сказал, что если я и соцартист, то не от слова социальный, не от слова социалистический, прошу прощения, а от слова социальный. Я не критикую советское общество, советскую власть. Это не мое дело. Еще раз подчеркиваю, не дословно цитирую, перефразирую идеи Булатова, изложенные в разных статьях. Критики здесь нет. Я как художник обязан, это моя миссия, быть неким воспринимающим инструментом, который должен уловить сигналы бытия и транслировать их вовне, сделать их видимыми. То как мы это делаем, как художники материализуют знаки, посылаемые бытием, который, кстати говоря, в хайдегеровской теории такая же инстанция, как и Бог в христианстве. христианстве. Мы должны воспроизводить эти сигналы, мы должны делать их видимыми, говорит Булатов, а то, как мы это делаем, это другой вопрос. Я, живя в этом мире, не могу его не изображать, поэтому я ухожу от абстракции, я прихожу к изображению советской реальности, но она у меня будет поднадежным заслоном поверхности картины. Эта реальность не опасна, хотя предупреждение о том, насколько токсичной может быть эта реальность в знаке вот этой токсичности Эрик Булатов оставляет и в одной из своих тоже очень значительных работ, которая так тоже и называется, опасна. Мы говорили о том, то есть посмотрели вернее одну работу Эдуарда Штейнберга, где появляется буква русского алфавита, на работах Эрика Булатова мы видим написанные слова, и эти надписи, эти слова, эти фразы выполняют роль такую же защитительную роль, которая закрывает поверхность, замыкает ее поверхность картины, так же, как предметы, как в случае с картиной горизонт, где изображена вот эта вот то ли вещь, то ли геометрическая форма, или решетка, как в случае с картиной вышлика. Иногда художнику необходимы для изображения глубины и действительности с ее глубиной нужен язык реалистической живописи, иногда, как и в этом случае, язык фотореалистической живописи. Иногда необходимость в изображении отпадает вовсе. Мы видим, что перспективу, которая нам демонстрирует иллюзию глубины, художник демонстрирует всего лишь с помощью слов. Вход, вход, но входа нет. Эта надпись закрывает для нас, как я уже сказала, ту глубину, обозначает ту поверхность, которая, собственно говоря, и есть смысл и содержание любой живописной работы. Другой участник школы Сретенского бульвара, если мне не изменяет память, не был упомянут в статье Холупенского, но тем не менее являлся неотъемлемым участником многочисленных встреч у Ирии Кабакова в студии, это Виктор Пивоваров, еще один художник, обитавший в районе чистых прудов на Покровке, который так же, как и Кабаков, так же, как и Булатов и Васильев, так же, как и Янкелевский, между прочим, многие-многие другие, зарабатывал себе на жизнь книжной иллюстрации. Его творчество так же неоднозначно воспринимается сегодня, как творчество Эрика Булатова. Что мы обсуждаем, когда мы рассматриваем его ранние картины, да, собственно говоря, и поздние тоже, я надеюсь, что, может быть, кто-то из вас, может быть, многие видели его работы, поскольку за последние годы у него прошло три большие выставки в Москве. Мы видим достаточно абсурдистские композиции. Человек, летающий по комнате, где стоит стол, на котором стоит закуска, при этом под столом маленький человек читает газету и так далее и тому подобное. То есть мы имеем дело с вывернутым таким вот как бы искаженным, поломанным пространством, сюрреалистическим пространством с той самой нестабильной реальностью сюрреализма, которая, собственно говоря, и составляет его суть. Однако именно Виктор Пивоваров часто упоминается как один из главных представителей Московской школы концептуализма. При этом мы, конечно, еще будем говорить о Московской школе концептуализма более подробно, весьма подробно, я бы даже сказала. Но очень важно отметить, что, сбегая вперед, что очень многие исследователи указывают на присутствие в Московской школе концептуализма элементов сюрреалистической живописи. Я еще раз подчеркиваю, не просто сюрреализма, но сюрреалистической живописи, поскольку основной носитель, основная технология, которую используют московские концептуалисты, это живопись, особенно концептуалисты старшего поколения. И, с другой стороны, это возникающие то тут, то там сюрреалистические мотивы. У пивоваров они чрезвычайно сильны. И вот почему сегодня еще важно вспомнить о художниках школы Сретенского бульвара? Почему я так подробно говорю о них и в чем, собственно говоря, задача этого разговора? Не только в том, чтобы показать вам работы хороших художников, что, собственно говоря, тоже важно, безусловно. Но для того, чтобы представить вам вот эту переходную полосу в истории русского искусства, которая отделяет два больших этапа 60-е годы и 70-е годы. Годы, когда шло становление альтернативного альтернативного искусства, сложение его основных стилистических направлений, была в этот период и определенная установка художников на некое противопоставление себя не только советской власти, но скорее ее репрезентации в виде искусства социалистического реализма, и другой эпохой 70-ми годами, когда в Москве складывается Московская школа концептуализма, которая и по сей день считается одной из наиболее артикулированных стилевых направлений в русском искусстве 20-го века. В школе Срединского бульвара как раз и были собраны художники, которые служили вот таким связующим звеном между двумя эпохами. Другое дело, что одни из них продолжили свой путь в будущее, а другие остались в прошлом. Да простят меня многие из тех, о ком я сегодня говорила, но это, к сожалению, так. И об этом, кстати говоря, тот же Эдуард Штейнберг подробнейшим образом писал в своих воспоминаниях, в своих интервью, о том, что он не может принять современность, он не может принять современное искусство, он остался там, где вырос в искусстве 60-х годов, среди тех идеалов, которые были для него важнее, чем все тяготы советской жизни. с точки зрения других, с точки зрения некоторых участников школы Сретенского бульвара, на этом этапе становления Московской художественной школы нельзя было останавливаться, поэтому они пошли дальше. И вот Виктор Пивоваров, он как бы не с теми и не с теми, как это вот сегодня говорю, какими-то парадоксами. То есть из этого поколения Виктор Пивоваров выбрал как бы сразу и навсегда некий стиль, который позволяет ему быть актуальным как в 72-м году, так и в 2013-м. То, что он делает сегодня, конечно же, отличается от тех работ, которые он создавал в начале 70-х, но при этом вызывают они, то есть они узнаваемы, его стиль сложился тогда, 40 лет назад, и он практически сохраняется неизменно. И как тогда, так и сегодня они вызывают неподдельный интерес у публики, у искусствоведов. И попытаемся теперь понять, с чем же работает художник в этих своих композициях, которые он создавал в начале 70-х годов. Как я уже обратила ваше внимание, первое, что бросается в глаза на картинах Пивоварова, это несамасштабность некоторых включенных в композицию фигур, это невозможность некоторых положений, которые возникают в сюжетной конве этих фигуративных картин. Здесь, может быть, слишком мелко, поэтому я верну предыдущую работу. помимо вот этой несамасштабности персонажей и предметов, мы видим мир, в котором пространство ведет себя нестабильно, как я уже сказала, что указывает на присутствие таких вот сюрреалистических ушей. И эта нестабильность пространства демонстрирует художник нам вот такими вкраплениями здесь покажу, такими прорывами в ткани повседневной реальности, то есть рядом с обычным окном мы видим не то дыру в стене, не то какой-то прорыв в иной мир, где нам открывается совсем неземной пейзаж. При этом пейзажные элементы, как, например, вот этот фрагмент кремлевского нашего замка расположен на плоскости табуретки. То есть этот мир живет по своим собственным законам, каким-то сказочным законам. Он искажен так же, как искажены детские стихи Хармса и Левведенского, так же, как искажена живописная вселенная Рене Магрита. При этом его пивоваровские работы, вот эти ранние его вещи, в общем-то, по сравнению с сервистическими работами шестидесятников, представляют некий следующий этап в понимании того, что такое вот эта пластичная гибкая реальность, которая видоизменяется на наших глазах, вот внутри каждой отдельно взятой картины. За каждой из таких работ, которые мы видим, стоит некая текстовая история. Мы немножко говорили с вами об этом в прошлый раз, и я снова повторю эту идею, которая заключается в том, что внутри школы Сретенского бульвара Московское художественное подполье начинает формировать свой собственный язык, своего собственного описания, поскольку нет возможности воспользоваться уже налаженной структурой Советской Искусствоведческой Школы, с ее научно-исследовательскими институтами, ежегодниками Института Искусствознания, журналами. Вот к этому ничему у художников доступа нету, поэтому они начинают говорить о своем искусстве, при этом формируя свой собственный язык, в котором гораздо больше от философии и богословия, чем от классического искусствоведения, особенно в его советском изводе. Так вот, работы Виктора Пивоварова не просто весьма литературные, поскольку демонстрируют нам сложно устроенный сюжет, и мы можем о нем подробнейшим образом говорить, они демонстрируют нам некий закадровый текст, который мы не видим, но мы можем его вычитать. Это своего рода иллюстрация книжная, которая вытеснила текст. Другой художник, который также примыкал к школе Сретенского бульвара, достаточно поздно начинает находить свой самостоятельный художественный язык в конце 60-х годов, ему было больше 30-ти лет в этот момент, это Иван Чуйков. И первые его работы вот в этом найденном четко обозначенном пути это окна. Это серия, которая длилась много-много лет, в которой художник буквально воспроизводит стереотип картины как окна в мир. Он изображает на холстах бесконечные окна, иногда использует оконные рамы для того, чтобы написать картину иногда пишет на стекле, иногда вот это одно из первых окон Чуйкова, иногда он использует картину как такую вот сценическую площадку, в которой самый главный сюжет не скажем так не женский торс обнаженный, а возможности вот этой вот этого устройства странного, который мы называем классической картиной, которая позволяет, оставаясь плоскостью, давать нам иллюзию трехмерности. Я как-то очень часто это повторяю, но поймите меня правильно, это одна из главных проблем мирового искусства XX века. Вот эта природа живописного полотна, которая, оставаясь обычной тряпкой, грубо говоря, натянутой на четыре палочки, предоставляет нам столько возможностей для прочтения того, что обозначено всего лишь какими-то граммами краски. С чисто формалистической точки зрения картина ведь действительно это просто определенным образом закрашенная поверхность. но тем не менее она плоская, но ее исток в той эпохе, когда художник научился изображать мир таким, как его видел. То есть будучи плоской, картина дает нам трехмерную иллюзию. Вот именно этот аспект теории живописи представлял основной интерес для Ивана Чайкова. Надо сказать, что в его лице это поколение вновь переживает то, о чем мы говорили, когда я рассказывала о творчестве Михаила Рогинского. Я имею в виду систему знаков, которые тоже помогают художнику разрабатывать вот эту проблематику плоскостности объема. И если вы помните, когда я говорила о Рогинском, я не только показывала его серию с кафельными плитками, я еще вспоминала Джаспера Джонса, который так же, как и Рогинский, но за несколько лет до него обнаружил для себя целую череду предметов, которые служили удобным предлогом для того, чтобы поразмышлять на эту тему. У Джаспера Джонса это были карты, мишени, цифровые алфавитные таблицы, у Рогинского это был кафель и железнодорожные плакаты, у Ивана Чайкова это были дорожные знаки. Не обязательно изображать дорогу как пейзаж, можно изобразить то, что человек видит на обочине дороги, и сразу станет все ясно, вот знак обгон запрещен, и мы представляем себе те обстоятельства, в которых возник этот знак. Но художник идет еще дальше и представляет себе и нам эти обстоятельства не в иллюзорном условно написанном на плоскости пейзажа, но делает его объемным, то есть он делает его вы видите, что кусты на обочине буквально в смысле слова торчат из-за грани этой работы, что облака наплывают на дорожный знак, и в целом эту вещь уже достаточно трудно назвать картиной, потому что она обретает вот этот объем, который при этом не позволяет картине умереть в этом бесконечном воспроизведении академической традиции. Одним из основных проектов Ивана Чуйкова становится так называемая концепция виртуальной скульптуры, в которой он, как и в прежних своих работах, продолжает развивать идею об иллюзии пространства и вообще об иллюзорных пространствах. Вы видите перед собой реальные, фотографии реального угла. Как раз, кстати говоря, в мастерской Кабакова, в котором на потолке, под потолком этот угол располагается. Художник несколькими линиями обозначает интересующее его пространство, и именно это пространство является предметом изображения линий, его только ромируют. Нам же остается только держать свое воображение в узде и продолжать настаивать на том, что это все-таки угол, а не выпуклая часть помещения. Вот такие иллюзии нам являет в своих виртуальных скульптурах Иван Чуйков. Вы понимаете, о чем идет речь? И наконец одним из главных героев, то есть центральной фигурой Московской школы Срединского бульвара оказывается Илья Кабаков. Собственно говоря, хозяин той самой мастерской, где много говорили об искусстве, где искусство создавали, где рождались новые концепции, где они критиковались и напротив воспринимались как руководство к действию. В истории искусства очень часто появляются такие фигуры, которые вызывают восхищение окружающих уже при жизни. Невероятным талантом, невероятной интуицией, которой они обладают, невероятной работоспособностью и силой воли. И вот таким персонажем московской истории искусства был и остается Илья Кабаков, который, конечно же, мы уже не имеем права присвоить в качестве регионального героя. Сегодня он герой мирового искусства. но так же, как и многие сверстники, начинал он мучительно с попыток понять свой собственный путь, свою линию в том искусстве, которое соответствовало бы представлениям Кабакова о том, каким должно быть современное искусство. Поскольку то, чему вы учили в Суриковском институте, категорически не годилось. перед вами его ранний реалистически написанный образец автопортрета, в котором мы видим черты тогдашней очень модной московской живописной школы с таким легким налетом сезонизма, с какой-то такой дробной благодаря фактуре поверхностью. Но, кстати говоря, Кабаков, так же, как и Эрик Булатов, посещал мастерские Владимира Фаворского и Роберта Фалька, и очень многому у них научился в этот период. Но ни академическая советская школа рисования, ни работы Фалька, ни работы Фаворского устроить Кабакова не могли, поскольку они не давали ответа на самый глобальный вопрос. Вот то, чему меня научили в институте, что мне с этим делать, потому что я не могу говорить на этом языке о том, что я вижу вокруг. Мне кажется, все время, что, что бы я ни сказал, как бы реалистично и подлинно я бы не изобразил окружающую меня реальность, это оказывается каждый раз ложью. Каким должно быть искусство, чтобы не врать? в своих воспоминаниях он очень много пишет об этом периоде мучительных поисков, о том, как в течение многих-многих лет он продолжал ездить на пленэр, как он продолжал работать над, как он в шутку пишет, большой картиной, большой буквы Б, большой буквы К, как он пытается создать некий настоящий шедевр тоже с больших букв напишите эти слова и насколько каждый раз мучительно он ищет выхода из того тупика, в который он сам себя загоняет. При этом Кабаков я уже много раз об этом говорила, зарабатывает на жизнь тем, что оформляет детские книги. это его основной заработок, это его профессия, это работа для них, как он говорит об этом в своих воспоминаниях, продолжая работать для себя. Но по всей вероятности именно книжная иллюстрация дает Кабакову указание на выход выход из вот этого тупика, из поисков шедевра, из пленерной живописи, из попыток извлечь что-то из того мастерства, которым тебя наделили в Академии. Что такое на самом деле книжная иллюстрация? Это вот это швит. Вы слышите шум как-то? Я просто не пойму, откуда он идет. Что такое книжная иллюстрация? Есть некий текст, который определенным образом расположен на листе бумаги. И книжный иллюстратор, его функция, его задача сделать текст видимым. Как это может быть осуществлено, особенно в детской книге? Текст может быть наложен на листовое изображение, то есть как бы иллюстрация будет служить неким фоном для истории. Иллюстрация может окружать текст в качестве рамы, она может внедряться в текст в качестве скажем очень битиевато написанной буквицы, которая открывает абзац, она может попадать внутрь текста, где текст будет рамой, тогда иллюстрация будет всего лишь вот такой вот пространственной вставкой в белый лист бумаги. С другой стороны, понятно, что художник, серьезный, долго работающий с книжной иллюстрацией, не может не задаваться вопросом. Если я работаю на плоскости листа, и мое изображение дает читателю иллюзию объема, то есть вот буковки, которые складываются в слова, которые складываются в предложения, которые складываются в историю, где есть, например, принцесса на горошине, и воображение человека, принцесса на горошине, тоже обретает некий объем, хотя он читает просто буквы. А я рисую принцессу на горошине, я даю листу прорыв как бы в этот мир принцессы на горошине. Взаимоотношения слова-изображения, взаимоотношения идеального образа, ментального образа и образа зримого начинают волновать художников этого поколения все больше и больше, конечно, в первую очередь они занимают Илью Кабакова. И в своих поисках, конечно же, он думает и о том, как устроена эта самая трехмерность. Вот в этой, например, ранней графической работе, которая демонстрирует неизбежное увлечение абстракции, как и у многих прочих художников того времени, мы видим вот эти сферы, которые плавают над неким горизонтом среди силовых линий, которые обозначают по всей видимости такие опорные точки фигуративности. Мне всегда представлялось, когда я смотрела на эту работу, что для Кабакова эта беспредметная композиция могла быть итогом прорисовки вот таких силовых линий сквозь реальную композиционную группу, где сферы являются смысловыми точками прочтения изображения. И прорисовав вот эту схему, эту структуру, художник как бы смахивает реалистически написанную картину, обнажая скелет того, что мы считаем красиво нарисованной классической поствозрожденческой такой картины. В течение многих лет Кабаков ищет свой собственный путь, как я уже сказала, и проводит множество самых разнообразных экспериментов, как в живописи, так и в графике. Особенно много он работает в графике. Если вы помните, я говорила о Юла Саостре, которого Илья Кабаков считал в значительной степени своим учителем, не меньше степени, чем Владимира Фаворского или Роберта Фалька. так же, как Саостре, Кабаков производит в огромных количествах листы графики, в которых он отрабатывает свободу движения руки, свое графическое мастерство, но и пытается искать какие-то нелживые формы выражения. и одной из таких нелгущих форм оказывается вот этот рисуночек, изображающий человечка, стоящего под душем. Вроде бы ничего особенного, но какой-то такой довольно схематически изображенный персонаж, который стоит под душем, только душ на него не льется. почему-то оказывается, что эта работа, вообще этот мотив цепляет художника так, что он начинает воспроизводить его из одной композиции в другую. Действительно, таких персонажей достаточно много. В 62-63 году было сделано сотни на самом деле. Вплоть до того момента, когда Кабаков не находит окончательную формулу этого изображения, которое существует в виде линогравюры и печатается на листах, небольших листах бумаги примерно формата А5. И эта фигура, как модуль, как матрица, служит уже созданию своего собственного окружения. это окружение может быть вот таким, как здесь, где и душ, и человек под душем. Это всего лишь предлог для того, чтобы вывести на первый план некие поиски математических формул, либо, как здесь, обозначить возможности истекания воды из этого самого душа. И вот эта модульность оказывается для Кабакова одной из базовых таких вот опорных точек, с которых он начинает движение дальше. Иными словами, не нужно создавать шедевр для того, чтобы найти новое. Уже существующий мотив, который может кочевать из одной картины в другую, с одного листа в другой, может быть во-первых началом целой серии, которая выстраивается в некую бесконечную линию повествования. И с другой стороны может послужить очень удобным, скажем так, каркасом для изображения, которое его окружает, так же, как текст окружает изображение, с которым работает иллюстратор. Другой идеей, которая стала второй очень важной точкой в творчестве Ильи Кабакова, оказывается идея плохой вещи. Плохая бедная вещь, как говорит об этом Илья Кабаков. И вот среди таких ничтожных, незначительных, плохо сделанных работ располагается и эта, которая называется «Рука и репродукция Рейстера», и которая представляет из себя такой короб не очень глубокий, в котором вклеена плохая репродукция Рейстера, а на нижней планке короба лежит оторванная от манекена пластмассовая рука. Ну, от куклы, в смысле. Вот. В чем смысл на самом деле того, что производит Илья Кабаков серии души в этой работе «Рука и репродукция Рейстера». На самом деле он единственный из всех художников того времени и своего поколения, в частности, в 65-й год, в 64-65-й год, то время, о котором мы говорим. Он производит ту же самую операцию этического порядка, которую в свое время произвел Марсель Дюшан, выставив писсуар на выставке «Армира шоу» в 17-м году. Не для того, чтобы потировать нью-йоркскую публику, сделал это Дюшан, он сделал это для того, чтобы изменить, во всяком случае пытаться это сделать, изменить конвенцию, относящуюся к природе эстетического знака. Он сказал, вот, возможно, прекрасным является не только это, указывая на картину, не знаю, Рафаэля или Микеланджело, но и это, если мы изменим правила игры. То же самое происходит и в творчестве Ильи Кабакова, который, безусловно, революционизирует, не сразу, конечно, очень постепенно, художественную ситуацию в Москве. Но прежде всего он изменил эту ситуацию для себя. Он обозначил тот момент, когда живопись, как безусловный носитель духовного, духовных ценностей, которые противопоставлены как бы этому профанному советскому миру, вот эта монополия живописи на язык возвышенного, она снимается в данных работах. Графическое мастерство возможно, но оно не нужно. Можно написать перезарж с натуры, но это не нужно. Мы можем создать иллюзию объема всего лишь буквально это почти печать, ну, как, если штампом мы взяли и напечатали бы бесконечное количество вот этих вот человечков, стоящих под душем, как некий, в общем-то, случайно выбранный пластический мотив. но его умножение, его вот это вот тиражирование воспроизводит ту самую деауретизацию, которую писал Вальтер Беньямин в своем тексте произведения искусства в эпоху своей технической воспроизводимости. возможно не в масштабах всего московского искусства, но в масштабах одной творческой биографии Ирии Кабакова. Хотя надо сказать, что в начале 70-х годов даже внутри вот этого разрушившегося круга московского альтернативного искусства Кабаков начинает считаться одним из самых влиятельных, одним из самых мощных художников. И наконец в 72-м году обращаю ваше внимание, что действительно 72-й год оказывается ключевым для московской истории искусства. В 72-м году Илья Кабаков создает вот эту работу, которая сейчас находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи, называется «Ответы экспериментальной группы». Как вы видите, перед нами не то, что не картина, перед нами даже не ее иллюзия, никаких репродукций нет, тут один текст. Я замечу, что «Вход входа» не сделан чуть позже, работа Булатова, где тоже нет изображения. мы видим решетку, которая заполнена аккуратным почерком, написанным текстом. При этом у каждого текста есть некая инстанция высказывания, ну, например, Василий Самохвалов, Леночка Синицына, Софья Владимировна Беленькая. И во всех этих высказываниях есть один повторяющийся элемент. Это местоимение «Он». В одной ячейке, например, написано «Отнесем его осторожно, чтобы он не проснулся». В другой Мария Дмитриевна Заречная говорит «Сырой он бывает невкусен». Лидия Самохвалова «Он обычно приезжал на праздники». Владик Шаповалов «Под ним было тепло и тихо». То есть понятно, что все эти «Он», «Он», «Его», «Ему» и так далее — это все разные субстанции, разные состояния, разные природы, мужские лингвистические единицы единственного числа, данные нам в единственном числе. Но при этом, когда мы читаем всю эту таблицу, которая уже заменяет нам изображение, мы моделируем каждый раз какого-то отдельного его, который, в свою очередь, делает эту работу довольно большого размера вещь, написанную на арголите, как бы продырявленной вот этим пространством ментального образа, в этом художественном произведении текст вытеснил изображение, но оно не исчезло навсегда, оно осталось как потенция, оно осталось как возможность, на самом деле, то, что мы называем как виртуальность, то, что потенциально способно материализоваться при запросе. вот эта материальность изображения и есть та основа, на которую выстраивают одну из важнейших своих серий Илья Кабаков, это серия текстовых картин, и именно это оказывается главным элементом в еще одном очень важном жанре, который предлагает московскому искусству Илья Кабаков, это жанр альбомов, и о нем мы будем говорить через лекцию, а в следующий раз мы будем говорить о соцарте и его основных представителях, поэтому, если у вас есть вопросы по сегодняшней теме, я предлагаю вам задавать их, не стесняйтесь, всем интересно будет. Вы знаете, как раз на прошлой неделе все видеозаписи моих лекций расположились теперь в ютубе, можете смотреть, если интересно. да, да, давайте я вам дам может быть микрофон, а вот я даже не имела ввиду чисто эстетические споры, когда один не соглашался с другим по каким-то соображениям того или иного пластического решения еще в 70-е годы. Разногласия в основном начались уже после перестройки, когда некоторые, как Эдуард Штейнберг, например, не приняли ни западный художественный мир, ни его законы, ни этот художественный рынок, который просто одна диктатура сменила другую. То есть была диктатура советского идеологического прессинга, теперь она сменилась диктатурой художественного рынка западного. он предпочел остаться в 70-х, в те годы, когда он обрел вот эту свою подлинность, тот мир, в котором он мог совместить православную веру и живопись Малевича. Другие, как, например, Илья Кабаков, далеко оторвались от того времени, они как бы позволяли, вот такие художники, как Кабаков, позволяли себе меняться в течение всех этих десятилетий, оставаясь в рамках такого, в русле того, что мы называем художественным мейнстримом, иногда даже законодателем художественной моды, и мы знаем прекрасно, что Илья Кабаков является одним из основателей еще одного важнейшего жанра в современном искусстве, который называется тотальной инсталляцией. То есть Штенберга и Кабакова жизнь развела полярно, я это имела в виду. Еще один вопрос. Может, мне просто показалось в том, что они все место раз выясняют реальность в ярких сонах, красных, а с другой стороны, они предупреждают опасность. Не кажется? Ну вот Эрик Булатов же сказал, что художник это своего рода ретранслятор сигналов бытия, и возможно какова была реальность, такого был и сигнал. И вряд ли можно было ждать от художников тем более настолько критически настроенных по отношению к советскому миру, какого-то оптимистического взгляда на этот мир. Но как показывает опыт истории искусства, это свойство современного искусства быть критичным. И неважно, где художник обитает, он может обитать в других каких-то странах, у других берегов, но его взгляд будет прямым и непредвзятым. Он будет говорить человечеству об этом мире ту правду, которая ему известна. Никогда ни при каких обстоятельствах идеализации этот мир не подвергался. То есть аналитическая критическая функция это одна из главных функций современного искусства. То есть это даже не вопрос присутствия или отсутствия оптимизма, это вопрос некоего критического отношения к миру, мне кажется. Да. Скажите, пожалуйста, западное влияние какое-то было на эти художники? То есть они имели какую-то связь непосредственно с западными художниками? Ну непосредственно нет, мы на самом деле про это уже говорили неоднократно. Были какие-то спорадические появления западного модернизма на московских выставках в Пушкинском музее, Леверномитаже, были вот эти выставки национальные, американская, французская. Но в основном, конечно, это были очень редко приходящие в Москву редкие номера западных журналов по искусству, которые можно было рассматривать и что-то оттуда извлекать. И в целом, как показывает уже такой ретроспективный взгляд на эту историю было извлечено не так уж много, но понято гораздо больше, чем извлечено. Как я уже говорила, это очень похоже на правду метафора, что не метафора, сравнение, что московские неофициальные художники работали как археологи, воспроизводя по ручке сосуда рисунок целой амфоры. То есть они могли пытались во всяком случае понять по одной иллюстрации каково, каков же стиль, какая же идеология этого стиля. Вот, наверное, так можно сказать. Да-да. Немножко не понял вход ваших мыслей, когда вы рассказывали о Булатаре, Ирхова картина, где ковровая дорожка Горизонт. Да, Горизонт. Вы ее толковали в таком социартистском ключе, что открывает горизонт, потом как Булатар сам утилизовался к мистике он никакого отношения не имеет. Вы знаете, я, конечно, согласна с вами, что к мистике он не имеет отношения, но он имеет отношения именно к той линии метафизики, которая была очень сильна как в художественном мире того времени, так и в философском вот таком, что ли, подпольном мире. я говорю об этом всеобщем увлечении философии Мартина Хайдегера и его теориями. Естественно, тексты официально не публиковались, они ходили в сам издатель. И вот этим вариантом метафизики была поражена почти вся можно сказать московская богема, интеллигенция, если угодно. В том, что касается других вариантов интерпретации, то один все-таки я указала, это чисто формалистический вариант, которым геометрический элемент обозначает плоскость, отделяющая наш физический мир от автономного мира картины. Но я могу обратиться также за помощью к такому замечательному философу, как Ролан Барт, который в одном из своих небольших статей сказал, называлась эта статья «Может ли живопись быть языком?» Он сказал там примерно следующее, что живопись становится языком в тот момент, когда мы начинаем о ней говорить. Поэтому как только мы начинаем говорить о живописи, она превращается в текст, она обретает свои структурные параметры. И в этом смысле говорение о картине «Горизонт» Эрика Булатова, оно в принципе может быть бесконечным. То есть вы предложите одну, один вариант текста, я предложу еще один. В этом весь вся блистательность этого художника в том, что он никогда не дает однозначных вариантов прочтения. И изложить их все было бы жестоко, я считаю, и по отношению к вам, потому что тогда я вас как бы лишаю возможностей продвинуться вот в этом, вот в этом, в этой анфиладе интерпретаций. потому что действительно этих дверей, толкований их много. Спасибо вам, до следующей пятницы. Спасибо.